Решим задачу. За 5 открыток заплатили 15 рублей. Сколько стоит одна открытка? В задаче известны стоимость и количество. Выполним к задаче схему. Если мы знаем стоимость всех предметов и их количество, то можем узнать стоимость одного предмета. Для этого нужно произвести действие деления. 15 разделить на 5 равно 3 рубля. Стоит одна открытка. Стоимость одного предмета называют его ценой. Составим обратную задачу. Одна открытка стоит 3 рубля. Сколько рублей стоит 5 открыток? Надо 3 умножить на 5. Равно 15 рублей. 15 рублей стоимость всей покупки. Составим еще одну обратную задачу. За одну открытку заплатили 3 рубля. Сколько открыток можно купить на 15 рублей? Для этого мы 15 разделим на 3. Равно 5 открыток. 5 открыток можно купить на 15 рублей. Схематичный рисунок не всегда удобен. Поэтому для задач этого типа краткую запись оформляют в виде таблицы. Единицы измерения цены и стоимости металлические и бумажные деньги. Металлические деньги – монеты, бумажные деньги – купюры. Самая мелкая денежная единица в нашей стране – одна копейка. Если цену условно обозначить буквой С, количество К, стоимость СТ, соотношение между величинами можно выразить в виде формул. С умножить на К равно СТ. СТ разделить на К равно С. СТ разделить на С равно К. Работая с единицами измерения цены и стоимости, важно помнить, 1 рубль равен 100 копейкам.